МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Садились к эксперту-собеседнику и уже приступали к самим заданиям. Именно это чтение текста, пересказ текста с влечением туда дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с экспертом-собеседником. Это способствует развитию устной речи учащихся, потому что современная молодежь не умеет конструировать предложение, неправильно строить свою речь. Зачастую речь учащихся забита сленговыми словами. Поэтому вот это тестирование как раз направлено на развитие устной речи. Итоговое собеседование проводится в несколько этапов. Первый прошел в феврале, второй планируется в марте и последний в мае. Максимальное количество баллов – 19. Но главное – набрать больше 10. Тогда у ученика будет допуск государственной аттестации. На первом этапе собеседования югорчане показали хороший результат. 96% девятиклассников получили зачет. У 11-ти классников тоже есть изменения, правда, только в контрольно-измерительных материалах. Это коснулось некоторых дисциплин, например, математики. Если ранее ребята могли выбирать базовую профильную математику и сдавать одновременно и тот, и другой предмет, то сейчас они должны определиться. Это позиция Рособранадзора в связи с тем, что все-таки профильная математика сдается не для того, чтобы просто попробовать свои силы, как это происходит, а для того, чтобы конкретно поступать в высшие учебные заведения. Любовь Захарова, ученица 11-го класса, планирует стать преподавателем по алгебре, а значит, ей необходимо сдавать именно профильную математику, так как базовых знаний будет недостаточно. База, она действительно создана на базовых каких-то знаниях. Профильный же уровень и является высшей какой-то математикой. Профильные задания все намного сложнее, и не каждый человек с базовыми знаниями сможет сдать профильную математику. Незначительные изменения внесли в Кимы практически всех предметов. С этого года тестовых заданий стало гораздо меньше. Все для того, чтобы у учеников не было возможности ответить наугад. В материалах по русскому языку стало больше заданий на орфографические и пунктуационные правила. Также ввели новое дополнительное задание. В русском языке добавилось 21-е задание, которое является очень сложным, потому что оно проверяет знания синтаксиса, полностью всего синтаксиса русского языка. Изменились критерии оценивания сочинения, и в саму структуру сочинения внесены изменения. В этом году не обязательно приводить литературные аргументы из других произведений, нужно анализировать лишь тот отрывок, который дан в 27-м задании. И еще одно новшество. С этого года ученики могут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Форма сдачи такая же, как у любого другого иностранного языка. Правда, пока что ни один ученик не выбрал для сдачи китайский язык. Экзамен должен быть сдан честно, и результаты, которые там будут получены, они должны быть разными результатами, которые соответствуют уровню сданий участников. Принципиальных изменений нет никаких, учитывая то, что автономный округ давно использует все технологии. Базы проведения единого экзамена школы будут полностью оборудованы всем необходимым для проведения ЕГЭ. Все теми же камерами и металлоискателями, которые активно стали использоваться с 2013 года. Эксперты напоминают еще раз, списать не получится. Если процедура проведения единого экзамена будет нарушена, у выпускника не будет права пересдачи. К слову, по статистике ученики с каждым годом все меньше пользуются шпаргалками. Желаем всем выпускникам легкой сдачи и успешного поступления.